Реконструкция обхода в селе Елшанка вступила в финальную стадию. Первый участок дороги протяженностью почти 7 километров уже пущен в эксплуатацию. Общая протяженность новой трассы составит 15 километров. Обход позволит сократить время в пути для Сызранского направления. Тему продолжит Елена Губенкова. Здесь сколько протяженность? Протяженность 7 километров. Мы выполнили практически все земляные работы, укрепительные работы, положили два слоя асфальта. Первый из двух этапов огромного проекта подошел к концу. На участке дороги протяженностью почти 7 километров готовятся открыть движение. Автомобильный обход села Елшанка будет состоять из трех транспортных развязок и одного мостового сооружения. Когда работы завершат, время в пути для этого направления значительно сократится. Интенсивность движения, которая за последние три года выросла в два-три раза, она повлияет тем, что расстояние, грубо говоря, от Саратова до Вольска, если сейчас мы ездим час 10, час 30, полтора часа, кто как, то сейчас время проезда этого участка сократится на 20 минут. И самое главное, что уйдет аварийно опасный участок. Первый участок федеральной трассы – это две полосы движения в каждую сторону. Новое дорожное полотно первым тестирует губернатор вместе с подчиненными. После пробной поездки по трассе дорогу открывают для остального транспорта. Как будто только и ждали разрешения, первые автомобили отправляются в путь. Этот участок позволит закрыть старую дорогу. Ее предстоит разобрать и на этом месте проложить еще несколько полос движения. Потенциал, вот даже мы объявили год дорог, он у нас имеется. Иначе говорят, там есть у нас дорожники, нет дорожников. Мы, что видели здесь за последние несколько дней, наверное, невозможно сделать минимум за 5-6 месяцев. А это было сделано за несколько дней круглосуточной работы. И нисколько, чтобы это не повлияло на качество. Потому что стандарт федеральной дороги, он совершенно другого высокого требования. Теперь подрядчику предстоит выполнить другую половину работ. На втором этапе нужно проложить участок дороги протяженностью почти 8 километров. Это займет еще несколько месяцев. К 2015 году обход Елшанки будет полностью завершен.